Добрый день, друзья! Были просьбы рассказать про мой мольберт. Точнее, даже не про мольберт, а про вот этот столик. Как я его сделаю, зачем. Итак, мольберт обыкновенный, джулиан какой-то. Кстати, мольберт плохой, хоть и очень дорогой, относительно дорогой. Когда-то давно, я его года 4-3 назад покупал что-то за 27 тысяч. Он не крашеный был такой. Пришлось его полностью разбирать, шкурить и покрывать лаком, чтобы он более-менее хотя бы держал краску, чтобы можно было вытереть, чтобы было такое, ну, какое-то более-менее вменяемое состояние спустя год работы и более. Много тут пришлось подтачивать, чтобы вот это вот все работало. Оно клинило страшно. Как-то не сразу, а через месяц стало клинить. Вот все вот эти моменты перебирал, но с этим я справился. Но речь о чем сегодня? О вот этом столике. Просто так на мольберте рисовать достаточно неудобно. С палитрой когда-то рисовал, ну, неудобно. Рука занята как бы не. Когда столик где-то на тумбочке сбоку, тоже не очень удобно. Далеко достаточно сравнивать. Нужно сравнение. Вот. Очень удобно, когда палитра прямо вот непосредственно вот здесь. Хорошо сравнивать. Просто взгляд перекидываешь. Чем ближе расстояние от красочных смесей до рабочих... Ну, до полотна, тем удобнее работать. Вот. Кроме того, пока не забыл столик, я этот использую не только в работе. Непосредственно. Но иногда даже грунтую. Использую вот здесь отверстие, маленький токарный станочек у меня. Использую по полной. Когда рисую, застилаю пленочкой. Так вот. Использовал я в качестве... Я поищу фотографии. Если не найду, придется сделать видеооблет. Вот эту же направляющую для вот этих салазочек. Она идет, как правило, во всех мольбертах... Более... Вот. Плохо работает. Не всегда срабатывает. Она идет донизу. Во всех больших мольбертах стационарных. Вот это вот направляющая. То есть, ну, вырез вот этот. Впадинка. Вот. Здесь я просто взял кусочек ДСП, по-моему. Да, ДСП. В ДСП засверлил два мебельных полта. Что угодно можно. Можно было чопики деревянные, что-то еще. И они идут у меня, катаются вот здесь два, и вот здесь два. Вот так вот по всей длине, может, по всей высоте. Вот так, так что-то даже писать можно. Удобно. Он достаточно не то, что крепкий, он упругий на него. Ну, конечно, садиться не нужно, но держит он хорошо. Вот. Но прежде всего, повторюсь, он для живописи. Почему такой большой размер? Его, по-моему, сорок. Сейчас скажу. Сорок. Да, сорок на метр. Палитра помещается. Здесь куча кистей. Тут у меня был дополнительно такой выдвигался полочка. Ну, тоже для кистей, но не пригодилась. Так вот, здесь палитра большая, достаточно палитра помещается. Здесь кисти, здесь тряпки и что-то еще. Тряпки вот. Очень удобно. Больше не нужно, но и меньше тоже. Уже будет как бы не очень. Вот. Сделал эту доску, поставил фотографии, надеюсь, найду на упоры, на обычные такие металлические уголки. Поставил замочек. Такой, как это называется? Засов на пружинке. Достаточно надежно. Вот этот иногда срывается, который шел в комплекте с этим. Вот этот не срывается. Он становится на пружинке хорошо в углублении, предназначенное для этого. Да, здесь у меня такой временный, не временный, он такой. Я часто работаю с планшета. Кронштейн под планшет. Он подпитан, точнее не он, сам. Сам мольберт подпитан к электричеству. Вот простой двойничок. Соответственно, здесь у меня подключен свет и вот этот вот планшет через блок питания. Удобно достаточно, то есть рядом, когда у тебя рядом какой-то референс, вот прям вот на этом уровне, максимально удобно работать. Потом, что здесь? Свет. По поводу света, маленькая поправка. Да, здесь у меня снят колпак. Это обычная светодиодная лампа. 25 ватт, больше не нужно, слепить будет. 20, по-моему, ватт, можно меньше. Со снятым колпаком рассеиватель лучше снять его. Ну, хотя бы, не обязательно, но тогда нужно ставить 25 и выше. Просто рассеиватель, у меня есть видео про это, есть замеры. Рассеиватель берет примерно 25, 5, ой, то есть до 50% на себя тратится свет. То есть я замерял люксометром, так, например, 200 люкс на метры, снимаешь рассеиватель, получается 400. Вот такие. Ну, порядок цифр такой. Вот. По поводу, как его располагать. Вот он у меня здесь присверлен на кронштейн. Это какая-то икеевская или какая-то это лампа, светильник. Подальше. Почему? Вот так, конечно, удобно поставить, но не забываем про квадрат расстояния. Если он близко, вот здесь будет, например, 40, ну, 50 сантиметров, например. Здесь будет, например, те же 200 люкс. Вот здесь, на этом, тут будет метр. На вот этом расстоянии уже, соответственно, получается, если здесь 200, то будет 100. То есть ставить повыше, вот куда-то вот так. Я ставлю, ну, примерно во всю длину. Он освещение более-менее равномерное дает. Вот. Под левую руку я вот так его ставлю, чтобы тени не было особо. Вот как здесь, с правой стороны тень дает. Если бы этот включить, тень он не дает. Так вот, муштабель очень удобно. Он сюда прикручен, ходит, не мешает, никогда не мешает. Но очень часто помогает. Он всегда под рукой. Ты его взял и работаешь. Так, я обычно работаю. Какой-нибудь референс. Планшетик поставил сразу на зарядку. Он на магните у меня вот здесь. Выстроил освещение. Красота. Рисую, не хочу. Так что очень рекомендую сделать вот такую рабочую поверхность. Уверен, что даже поможет вам в свето-подборе когда рядышком, когда это стационарно, не дергается, не меняет освещение. Вот рядом просто удобно. Максимально удобно работать. Удобнее, если только вот когда тонкие подборы цвета. Вот сюда мини-палитра ставится. Вот сюда точнее. И когда подбираешь цвет, когда вообще в одной плоскости краски находятся, тогда это максимальный подбор. Удобный в цвете. И спустя некоторое время я... Ручки чешутся. Что еще сделал с этим инструментом? Во-первых, я укоротил ему заднюю базу. Отрезал примерно вот такой вот кусок. То есть он полностью не упирался к стенке. Все-таки хоть у меня помещение достаточно большое, но лишнего не бывает. пространство. Сейчас он прекрасно становится прямо к стеночке. Не выпирает особо. Что еще? Каретку перебрал полностью. Уменьшил. Ну, тут так получилось. Сделал вот этот шип. Латунный. Ну, неважно. Можно хоть саморез сделать. Это намного удобнее, чем какие-то зацепы из этих. Они мешают. Вот это здесь тебе ничего не мешает. Пишешь, закрашиваешь. Он и тени не бросает. На верхнюю часть работы. Вот. Вот этот зацепчик мне там для определенных положений он тоже цепляет холст. Точно так же не мешает. Так, это для съемок. А вот это вот я закрепил стационарно. Это уже новая версия муштабеля. Векторный муштабель. Он работает так же, как и обычный муштабель на холсте, знаете, для упора рук. Но в то же время это позволяет отчертить любой вектор. Любой. Любой. Любой заданный вектор. Вертикали, горизонтали, диагонали. Все что угодно. Вы можете отчерчивать очень ровно. Видео, наверное, уже вышло про этот муштабель. Посмотрите. Вот. Причем она достаточно большие большие размеры обслуживает огромные холсты. И точно так же может крепиться на угол. Но вот я сделал сделал себе именно вариант вот такой стационарный. Вот. Что еще я сделал? Да. Убрал вот этот. Обрезал. Тут такая целая грабина какая-то каталась. Абсолютно бесполезная. Туда ничего не положишь. Неудобно. Он тяжелый. Он не давал руке близко при... Вот такая вот аккуратненькая маленькая история, которую ты можешь просто одним пальцем туда-сюда поднимать, опускать. Оптимально. Вот. Но что еще я сделал? Что важно? Я сделал... Насверлил отверстие. Тут профрезеровал немножко. Ну, немножко поработать пришлось. Чтобы вот этот выше поднять. Намного. Он, как я уже сказал, очень низкий для... Неудобный. Сейчас я могу что угодно сделать любой высоты. Зачем мне это нужно? Во-первых, иногда с нижней частью работаю. Ты уже не сутулишься, ты нормально работаешь. А у меня рост, не бог вести, какой большой, 184 сантиметра. Мне это маленькое было. Сейчас отлично. Сейчас вся длина реек задействована. Но вот этот прибор превратился у меня в своеобразную конторку. Конторку для работы стоя. Я очень много работаю, читаю там на планшетах, на чем-то еще. И книги читаю удобно. Я вставлю окошки, как я это делаю. Ты имеешь возможность поработать стоя, а это, как оказалось, нереально... Я на 55-м году понял, насколько это приятно и полезно иногда встать из кресла или там из дивана и поработать часик, а то и два стоя. Это приятно, полезно, это продуктивно, что важно. Разные варианты. Сюда можно ставить планшет, можно просто на вот эту вот штуку. Я очень доволен и рекомендую, у кого есть возможность превратить свой мольберт в конторку для чтения или работы какой-то или чего-то еще. очень удобно и хорошо будет. Вот. Ну, кажется, все я рассказал про этот инструмент. Может, какие-то наделки будут еще, но уже видео я отснял. Все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. Счастливо. Счастливо. Спасибо. ğin Продолжение следует...